Пожар – страшная трагедия. Согласитесь, даже просто смотреть на сгоревший, уже сборушенный снегом дом страшноватый, а ведь совсем недавно в нем жили люди. Этот пожар произошел 7 января в 5 часов утра в частном доме в микрорайоне Чкаловский на Восточной улице. Исторически это место называется Дача Военторга. Мы с мамой прожили здесь, мне вот 61 год, маме 86, 21 декабря, почти 90. Прожили, горе не знали. А вот тут такая беда. Где-то замкнула проводка и вот случилось. Хорошо маму вывел и вот. Другой, тоже недавний случай. 2 января на Институтской, 28, пожарные приезжали тушить две загоревшиеся квартиры. Здесь сейчас рядом с окнами огромные черные пятна. На встрече с жителями, которая прошла во Дворце культуры имени Чкалова, представители администрации округа и сотрудники пожарного надзора рассказали, что, к сожалению, в начале этого года количество пожаров сильно увеличилось. С начала этого года на территории городского округа у нас произошло 31 пожар. В том году 14. Мы видим то, что идет большое увеличение пожаров. К сожалению, на пожарах в этом году погибло 3 человека. 4 человека получили травму. В связи с чем, нами проведен анализ и установлено, что 67% пожаров произошло в частном жилом секторе. На встрече внимания жителей было обращено на важность установки в домах и квартирах пожарных извещателей. Можете его где-то в интернете, наверное, купить. Можете его установить в помещениях, которые более нагружены. Да, пожарная нагрузка большая. И он вас оповестит, если вдруг что случится. Также можно и нужно дома иметь огнетушители, желательно порошковые, которым можно еще тушить электроприборы. Частой причиной пожара может быть самая обычная домашняя печь. Что важно, такая печь требует регулярного осмотра дымохода на наличие тяги и отсутствие трещин. Через них искры могут попасть перекрытия на деревянные конструкции. Перед печкой и ее топкой должен быть притопочный лист. Самое важное – это соблюдать элементарные требования пожара. Если вы увидели то, что есть возгорание, первым делом вызывайте пожарную охрану и, конечно, эвакуируйтесь. Не пытайтесь сами потушить огонь. Пускай это сделают профессионалы. Потому что имущество можно восстановить, а человеческой жизни нет. На встрече отмечалось, что основные причины пожара связаны с неправильной эксплуатацией и нарушением монтажа электронагревательных приборов. Они должны быть исправными и сертифицированными. Иметь маркировку Ростест. Самое главное, чтобы люди смотрели именно за состоянием, в первую очередь, своей проводкой. Потому что при морозе люди дополнительно включают какие-то обогревательные приборы. Первое – чтобы они были более современные, чтобы они были исправны. На встрече говорилось и о том, что знание правил обращения с огнем формируется с детства. И что противопожарная профилактика – общее дело для всех. И, конечно же, каждому из нас нужно помнить номер телефона 112, по которому необходимо немедленно позвонить, если случится беда. Андрей Циходович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.